Томатолог, косметолог, бьюти-эксперт журнала «Счастливая и красивая». Главное, я практикующий врач. Это самое главное. Сегодня у нас такая тема, она удивительная, и все вы ее знаете, все вы слышали, это карбокситерапия. Она мне очень близка, потому что мне нравится, как врачу, мне нравятся больше мягкие, не агрессивные техники. И результативные, самое главное, результативные техники. Карбокситерапия. Я работала много видов здесь карбокситерапии. Вы знаете эти вот гели, шприцы, коневые маски. И когда я познакомилась с карбокситерапией философии, во-первых, я увидела результат. Мои пациенты – это творческие люди, актрисы, есть люди, вышестоящие в эшелонах власти. И им нужно было в экспрессе наложение, больше сразу снять следы усталости. И все это мне помогает наша карбокситерапия. Вот именно компания «Философия». Потрясающие результаты. И вот сейчас я потихонечку познакомлю вас с этой удивительной программой. Карбокситерапия. Что это такое? Все наши возрастные изменения, увядание кожи связано с чем? С тем, что не хватает кислорода. Конечно, конечно. И на помощь к нам пришла разработка японских ученых неинвазивная карбокситерапия. Мы воздействуем на поверхностный слой кожи. И данная линейка представлена. Это испанская линейка карбокситерапия. Это трехступенчатая карбокситерапия. Вся линейка вы видите на ваших экранах. И эффект карбокситерапии тоже вам знаком. Это эффект Бора. В результате реакции лимонной кислоты и бикарбоната натрия, вернее, у нас выделяется углекислый газ, выделяется вода и цитрат натрия. Что делает углекислый газ? Что он делает? Углекислый газ активизирует. Углекислый газ, он активизирует все обменные процессы в нашей коже. Получается эффект Бора, то есть наши ткани в несколько раз быстрее поглощают кислород. А кислород нам в свою очередь дает укрепление стенок капилляров. То есть карбокситерапия очень хорошо, просто очень хорошо работает с куперозной кожей. А у нас каждая, мы можем сказать, каждая первая, наверное, вот среди моих пациентов, ну у всех есть купероз. Очень хороший антиоксидантный эффект. То есть когда я работаю с АКНЕ, обязательно у меня есть карбокситерапия, присутствует. Это индивидуальная программа, карбокситерапия и мезотерапия, например, если я работаю с АКНЕ и по СТАКНЕ. Кислород, что еще дает кислород? Минимизирует пигментацию, осветляет за счет, опять-таки, регуляции меланоцитов. Дальше, что еще углекислый газ нам дает? Углекислый газ активизирует ферментные процессы, обменные процессы кожи. Тем самым провоцирует коллагенез, эластинообразование. То есть все наши фибропласты работают тысячу раз быстрее. И кожа становится сияющей, кожа становится такой бархатной. Морщины, минимизируются морщины. Это только лишь от одного эффекта карбокситерапии. Ну вот видите, вот компания «Философия», программа карбокситерапия. Как я и сказала, интенсивная активизация идет обменных процессов, нормализация гемостаза, оживляет кожу, создает основы для проведения дальнейших процедур. А дальнейшие процедуры у нас какие? Это если мы работаем уже инъекционными такими методиками. Все вы работаете, наверное, инъекционными методиками. Вы не пробовали, наверное, эту линейку? Вообще работали ли вы с карбокситерапией? Да. С другой? Нет. Да, но не с «Философией». Я работала тоже. Шприц и вот это вот масло. Видели ли вы эффект? Да. Хороший эффект. А пробовали ли вы на себе? Да. Я тоже пробовала на себе, так как я взрослая, мне через 2 года 50 лет, и я уже бабушка, мама, троих детей. На самом деле, я влюблена в карбокситерапию. Единственный плюс, я хочу сказать плюсы именно философии. Какие плюсы? Плюсы в том, что, так как я еще акушер-гинеколог, я работаю с беременными женщинами, да, всплеск гормонов вызывает у одних прям хорошенькое лицо, у других просто акне, пигментация. И вот эта карбокситерапия, она настолько щадящая, она не вызывает обычно, ну, легкая, легкая, ну, такая гиперемия, ну, комфортная процедура для беременных. Потому что во всех, ну, во всех инъекций возьмем беременность является относительно противопоказанием, да, беременность, лактация, это просто противопоказание. Но я вас уверяю, так как я гинеколог, еще раз повторяюсь, беременность не является противопоказанием, честно. Вот работаю, девочки довольны, потому что 9 месяцев хочется быть такими красивыми. Очень хорошо, это еще процедура, так как если у вас будет хотя бы 3 ступени, то есть основные, не обязательно гель брать, да, не обязательно эндимный пилинг, и просто 3 ступени, пудра, гель-активатор, и если мы достаточно вот этих 3 ступеней, вам хватит на 30 процедур, 30-35 процедур. Это в себестоимости, так как в любом случае мы зависим от наших пациентов, наши заработки, правильно, зависит от наших пациентов, и мы хотим зарабатывать еще больше. Это тоже, ну, это очень важно. У нас у всех есть свои желания, у нас у всех есть действительно семьи, и, к счастью, к сожалению, мы зависим от наших пациентов. У нас только в себестоимости, она обойдется вам, ну, скажем так, дешево, что за 2 процедуры вы окупите все, это я вам говорю точно, и один и тот же пациент, так как курс, курс у нас от 6, 8, 10 процедур, ну, хотя бы начните с 5 процедур, один и тот же пациент, так как мы не хотим терять пациентов, правильно, мы хотим, чтобы они приходили, приходили, приносили нам деньги, это естественно. Они будут приходить, будут писать вам отзывы, говорят, спасибо вам огромное, у меня настолько идеальная, хорошая кожа, это очень важно. И то, что вы не травмируете, это тоже очень важно. И так как они будут к вам приходить, плюс вы сделаете какую-то индивидуальную программу. Если вы будете работать, допустим, карбокситерапия, мезотерапия, ну, у нас идет борьба с пигментацией, или карбокситерапия и антиэйдж, да, биоревитализанты, либо мезо, один и тот же пациент будет приходить, приходить и радовать вас и себя. И мы тоже будем радоваться, что у нас большой поток таких вот пациентов. Так что уникальность этой процедуры в том, что действительно за 2 процедуры, а их 30 раз вы можете использовать, вы окупите все. Это тоже очень важно. Эффект от проведения неинвазивной карбокситерапии. Как я уже говорила, улучшается текстура и рельеф кожи, уменьшение морщин и их выраженности. Очень важно, очень важно тонус мышцы. Это повышается тонус мышцы и очень важно лифтинг эффект. На самом деле хороший лифтинг эффект. Это отмечают мои актрисы, которые прям настроены на них камерой. И они говорят, Саяра, просто потрясающий лифтинг эффект. И я это тоже вижу. Борьба с пигментацией, как я говорила. Устранение отечности. Отечность, устраняется отечник на самом деле, так как в основном у нас, наверное, каждая вторая, либо третья, идет деформационно-отечный тип старения. Моих пациентов больше я отмечаю. Отечность, очень хороший дренажный эффект. И, ну, потрясающе, нет нависания века, даже, знаете, минимизируются брыльки. Вот настолько потрясающий противоотечный эффект. Устранение рубцовых изменений тканей, борьба с остриями и растяжками. На самом деле это так. Когда я работаю, опять-таки, я повторюсь, работа идет с акне, с постакне, убирают, действительно, минимизируются рубцы. Вы знаете, еще, так как борьба со стриями, я с беременными работала, вот животик, да, растягивается, и карбокситерапия, локально, на самом деле, минимизируются вот эти вот стрии от растяжки. Так как, ну, беременная, все идет, такая вот, такое натяжение, скажем так, очень хороший эффект. Еще такой эффект, вот, на локтях, они такие, ну, это же такая грубая ткань, я хочется тоже вот, очень многих моих пациентов интересуют, прям, беспокоят вот эти вот наши локти. Так размягчается, такая новая бархатная ткань, опять-таки, карбокситерапия философии. Но, вряд ли от этого шприца геля и от этой маски, ну, такое точно, я точно не пробовала, честно. А вот философии идеальны. Слушайте, пожалуйста, а про стрии, вот белые стрии, которые уже такие, сладые, они или красные? И красные, а белые, знаете, белые минимизируются с инъекциями. Да, это так, карбокситерапия. Можно в один день, сделали карбокситерапию и тут же прокололи. Можно, я обычно, ну, я могу в один день, но так как мне хочется, чтобы моя пациентка возвращалась ко мне, я, например, неделю карбокси, через неделю приходите на мезо, допустим. Вот, вот так вот. Вот такой протокол, процедур. Борьба с куперозом и углевой болезнью. Борьба с целлюлитом и уменьшение объема жировой ткани. Это действительно все работает. Вот, вот, это я говорю, я делюсь своим опытом. Так, какие показания к проведению карбокситерапии? Как я уже говорила, биологическое фотостарение кожи лица, складки морщинки, птос, то есть наши, да, вот эти пресловутые брыли, изменение линии овала и появление второго подбородка. Очень хорошо работает со вторым подбородком. То же самое при проведении карбокситерапии. Мы немножко массируем лицо, вот массируем по массажным линиям, массируем второй подбородок, да, и очень хорошо сочетается и с мезо, и с липолитиками. То есть мы сделали карбокси, прокололи липолитики. Ну, превосходный эффект, то есть убираем второй этот подбородок, пресловутый. Дальше, сосудистые изменения, купероз, мы уже сказали, дерматиты, постакне, акне, целлюлит, бледный, нездоровый цвет лица. Вот с первой процедуры, девочки, с первой процедуры, бледный, нездоровый цвет лица, он просто исчезает. Вот нет его, следов усталости вообще нет. Это экспресс омоложение, идеальная процедура. Рекомендованный курс. Первая неделя, два раза в неделю. Вот тут написано, первая неделя, два раза в неделю, со второй недели, один раз в неделю, всего 6-8 процедур. Девочки, дорогие мои, начните с 5 процедур. 5 процедур, как я начинала, 5 процедур. Раз в неделю. Раз в неделю, идеально, просто идеально. Потому что два раза в неделю не каждый пациент согласится ходить. 6-8, учитывая реалии данного времени, экономический спад, коронавирусная инфекция изменила до и после всю нашу жизнь. Пациент очень такой, скажем там, да, такой, на самом деле, они такие все грамотные, скажем так, да. Инстаграм, это и счастье, и зло, я так могу сказать. Вот. И, ну, берегут они свои денежки, на самом деле. Поэтому один раз в неделю идеально. Из 5 процедур. Я всегда говорю, давайте начнем с малого. 5 процедур, я так говорю всегда. И хотя бы 3 раза биоревитализацию. Ну, там уже, вы же разговариваете с пациентами. И они вот с малого, когда говорят с малого. Вот, когда они начинают, а там уже включаются в процесс, видят результат с первого раза, девочки, с первого раза. И идет у нас, на самом деле, они идут, идут, потом приводят своих подружек, знакомых. И просто, ну, сарафанное радио работает, это самое замечательное. Это на моем языке, честно вам скажу. Хорошо. Поэтому первая неделя... Нет, один раз в неделю хотя бы 5 процедур. Вот, не ошибетесь, это точно. А потом для профилактики, когда вы закончите какой-то курс, и для профилактики, ну, раз в месяц, для более пролонгированного эффекта, чтобы закрепить весь этот, ну, весь этот красивый результат, скажите, будете ходить ко мне хотя бы один раз в месяц. Это после интенсивного курса. Ну, вот у нас пошли сейчас, вот сейчас, что входит, да, в состав данной серии 6 продуктов. Очищающий гель для лица. Очень хорошо удаляет загрязнение, тонизирует, придает дыхание, обогащает кислородом для всех типов кожи. И, девочки, я еще раз говорю, если даже не приобрести очищающий гель для лица, вы можете, у вас у всех есть гель, вы можете даже работать со своим гелем. Это очень хорошо, когда вся линейка собрана, очень хорошо. Ну, главное, главное, это я вам точно говорю, вот эти три ступени. Это самый, да, встраивать, это есть самый эффект трехступенчатой вот этой вот карбокситерапии. Энзимный пилинг, пожалуйста. Энзимный скраб, скатка, СО2. Энзимный скраб, энзимный пилинг для открытия труднодоступных пор, фиксирования. У всех у вас есть пилинги. Энзимные, ну, разные у нас у всех есть на столике. Очень хорошо, когда одна линейка, еще раз повторюсь, можно приобрести, если даже, можно, вот свой энзимный, ну, обязательно умывание, очищение, да, что у вас есть, пилинг энзимный, и потом уже, ну, вот основные... А сколько минут именно этот пилинг? А, именно этот пилинг, так, именно 2-3 минуты мы нанесли, массажными движениями его вбили немножко, потом скатали, как обычно мы и делаем, да, 2-3 минуты, все, и смыли. Он легко скатывается? Да, да, легко скатывается, вот практическая часть, вы даже сами почувствуете, на самом деле легко. И я работаю, я обязательно делаю массаж, разогреваю, боже, потому что усиливаю вот эти вот все процессы кровеносные, да, все, плюс, и по массажным линиям вот вверх, чтобы еще лифтинг-эффект такой, ну, видно, это потрясающе. И непосредственно щелочной гель. Вот это уже, это должно быть обязательно. Щелочной гель-проводник для оксигенации кожи. Размягчает кожу, подготавливает к основным шагам процедуры трехступенчатой карбокситерапии. Смывать его не надо, наносятся, оставляются на, ну, буквально 2 минуты, наносятся таким вот слоем тонким. И он хорошо, вот именно он является как-то проводником, он начинает, вот кожа начинается поглощать вот этот вот кислород очень более интенсивно. Далее мне смывается этот щелочной гель-проводник. Витамин-гель-активатор для витаминной пудры. То есть вот этот вот гель, и сейчас я вам покажу гель-активатор используется, и вот этот пудра, витаминная пудра СО2. Берется, это все покажу на практической части, что гель и пудру нужно смешать. Вот здесь происходит эффект бура, сама реакция. То есть идет выделение диоксида кислорода, диоксида аглерода, да, СО2. И вот здесь идет этап омоложения, вот здесь идет насыщение кожи кислородом, вот здесь идут все процессы активизации, укрепление вот этих наших капилляров, да. Капилляры становятся эластичными. При нанесении, что чувствует пациент? Ну, небольшое такое жжение по щипам, это при любой карбокситерапии, это нормально. Раздражения такого нет, абсолютно. Выдерживается где-то 15 минут. Но на первой процедуре нанесите таким тонким слоем, ну, чтобы посмотреть реакцию, да, как пойдет. Мало ли что, мы же не знаем это, я не знаю, если проводить пробу какую-то. Честно вам скажу, никогда не проводила. При карбокситерапии я не проводила проб. Просто тонким слоем, потому что, ну, я точно знаю, что мы не навредимы. Это витамин С. Витамин С, вы знаете, укрепляет сосуды. А есть ли аллергия? Нельзя там-то отрекли. Если аллергия, ну, вы знаете своих пациентов. Ну, если, хорошо, если к вам пришел совершенно новый пациент, в любом случае вы беседуете. Это, это прям, ну, табу. Мы начинаем беседовать, у вас есть ли аллергия, какие ранее вы делали процедуры. Я говорю вам о том, что вы знаете своего пациента. Нет, я знаю, что есть аллергия на витамин С, то есть эту процедуру мы не делаем. Да, ну, вы понимаете, у меня такой случай был, у моей одной и той же пациентки. Есть аллергия на цитрусы, но я им тонким словом, я делала карбокситерапию, и у нее было прекрасно. И всегда бывает реакция? Я здесь для себя, ну, что я для себя отметила. Она такая довольная и счастливая. Единственная, может быть, я, то есть, обычно, прям, таким хорошим словом наносишь. Но я делаю, на самом деле, тоненько-тоненько, ну, и эффект был потрясающий. Получается, это индивидуально. У меня есть пациентка, у которой аллергия, но даже в составе крема. Если есть витамин С, у нее тут же сыпет лицо. Тогда не нужно, да, тогда не нужно. Если вы уже работаете, тогда не нужно, потому что, вот я же говорю, здесь, тут даже и не помню, честно вам скажу, ну, не знаю. Лучше тогда не рисковать. Если вы знаете, ну, не рисковать, потому что, я сама сказала, давай, я говорю, Юля, давай попробуем, ну, это моя пациентка, попробуем. Она говорит, хорошо, Саяра, я тебе доверяю. Я, на самом деле, я хотела, потому что, ну, такое поверхность, все-таки идет поверхностное воздействие, и тоненьким слоем нанесла, эффект был потрясающий, никакого зуда не было, вот как-то. И дальше продолжала работать. Повторно делали это мой пациент? Ну, конечно, вот сразу, я сразу говорю пациентам, пациентам, как я разговариваю, я говорю, пять процедур, это курс. Мои пациенты, ну, так как они мне доверяют, они говорят, да, все, хорошо, все, пять процедур. Пять процедур, ну, там я уже начинаю работать, либо я делаю в сочетании с плазмотерапией, либо я с мезо, ну, это уже наработанные мои пациентки. Я говорю, сейчас я делюсь опытом, почему мне нравится, потому что вот от этой процедуры, именно три ступеньки, вот я и сделала, эффект просто потрясающий. Настолько, особенно вот пигментация, да, как сложно работать с пигментацией. Осветляется кожа, ну, это, потом можно нанести, знаете, сыворотки капилляропротекторные, можно нанести BB, такие вот, завершающий этап. Не обязательно здесь завершающий этап является пудинг-крем, он сейчас у нас будет. Если даже у вас нет вот этого крема, вы можете своим крем по типу кожи нанести, и будет нам счастье, прекрасно. От вас уходят пациенты нераздраженные, вот этого покраснения нет, прекрасные, свеженькие, уходят радостно и возвращаются обратно. Очень хорошо. Ну, вы смотрите, конечно, да, ну, мало ли что. А под глаза на сколько блистовалость? Ну, не совсем, не касаясь вот этого ресничного края. Понятно? Да, да, ну... Ну, по костному краю? По костному, да, 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 вот наношу, и всё, и достаточно. Не осветляют вот эти синенькие нори? Осветляют за счёт витамина С. Там же идёт вот эта реакция очень хорошо. Это идеальная процедура для, вот именно, для сосудов. А тёмные круги – это наши сосуды, правильно? Осветляет. По ресничному делаем? Не по костному, по ресничному. По костному. По костному. А где тёмные круги, они вот конкретные? Да, да, да. А где тёмные круги идёт, всё равно ведь затронет, ещё и зайдёт. Чуть, да, не нужно, потому что мало ли какое раздражение может. Нет, нет, нет. Потом вы можете сделать мезо. Мезо, если вы хотите работать с тёмными кругами, сделайте потом лучше мезо, терапию вокруг глаз, да, сколько много препаратов хороших. И эффект на самом деле будет. Так, это я вам говорила, и вот он. Так, про витаминную пудру я вам тоже говорила. Вот, вот этот вот завершающий крем, Пудин Крем, да, СО2, он работает как завершающий, как именно для насыщения кожи кислорода. Мы закрываем этим кремом, и я сказала, если даже его нет, это завершающий этап, можете нанести свой крем по типу кожи. Главное в наличии, это вот эти вот три ступени. Гель-активатор, щелочной гель и пудра. Идеально, просто идеальная у нас получится с вами процедура. Вот она сама. То есть, так, у нас здесь пол... Ну, это уже протокол, вы видите, я вам говорила, очищаем кожу, лица, шеи, декольте. От шелушивания идет энзимный гель. Это все вы знаете, дорогие девочки. Дальше. Щелочной гель-проводник наносится, не смывается. Вот, не удаляйте, не смывается. Витаминный гель-активатор и пудру мы смешиваем. Это все мы вам покажем. Смешиваем и наносим. У вас все должно быть. Да, есть. Маленько, да? Вот все вот здесь. Да, тут все прописано. Все, действительно, все прописано. И практически вы тоже увидите. Все, 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 все. Хотите, пожалуйста, щелкнуть. Да, все, все. Даже протокол. Хотите, щелкните. Вот здесь вам оставить? Да, где именно количество, там сколько смешать. Я просто мышку так не могу. Практически, сейчас я вам покажу. А, пожалуйста, все, спасибо. Сейчас практически мы вам все покажем. На самом деле, по себестоимости девочки очень такая, знаете, она бюджетная, именно для нас, для врачей, это очень актуально. Нам хочется поменьше тратить, а побольше заработать. Но это так, потому что действительно. А сколько она стоит для пациента? Сориентируйте, пожалуйста. Сейчас. Нанесение крема и вот и все, пожалуйста. Вы знаете, как я работаю? Как я работаю? Так как у меня, у меня есть мои бабушки такие, ну, тоже пациентки. Я работаю индивидуально. Но в среднем, в среднем, у меня, лично у меня, эта процедура стоит 5000. Лично у меня. Но так как у меня есть, ну, более платежеспособные пациенты, я могу и сказать себе, честно, это вот просто. А переходят бабушки, я могу им сказать, то есть я вот карьеру и 3000, и 3500. Но себестоимости, когда я все это рассчитала по граммам, да, ну, у вас выйдет, не знаю, 700, ну, то, что вы потратите. И, ну, настолько уникальная процедура, плюс мезо, возьмем мезотерапию, если возьмем в один день. Да, вот в один день. Да, в один день, допустим, в один день. Если просто взять карбокситерапию, я вам говорю, свои цели, да. Вот, ну, в среднем 5. А с мезотерапией? Ну, и в одну процедуру, ну, мезотерапия, опять-таки, 5, 5, ну, 10 тысяч, да. Ну, вы можете, я же говорю, 700, 800 и 3500, я не знаю, потому что у меня, я могу и за 2 просто сделать. Ну, допустим, как уходовые процедуры сделать, карбокситерапия, да, основное мезотерапия. Да, биоревитализанты тоже, они от 5, 10, тут уже, тут я подстраиваюсь под своего пациента, честно. У меня, ну, у меня вот, у меня так. То есть, единого такого прайс, и, получается, я окупаю в любом случае. На каждом слое? Конечно. С ретинолом не сочетали этот процедур? С ретинолом? Нежелательно. Нежелательно, потому что нежелательно за счет чего? За счет PH. Меняется PH, и не нужно рисковать, честно. Нет, потому что, может быть, потом крем завершающий. Единственное, предпилинг, например, если я работаю с акне, то можно предпилингами салициловую кислоту, но, чтобы подсушить немножко, отправить домой, и дальше на следующей неделе приглашаю, и уже мезо, именно с акне, когда начинаю работать. А так нет. То есть, закрываешься не работать с ретинолом вместе с коробоксотерапией, допустим, сделать? В один день нет. Не надо, не надо. Рисковать не надо. Не стоит этого делать, чтобы я спала спокойно, и пациент может быть. Ну, просто есть такие... Есть такие, я не люблю вообще агрессию, честно. Ну, для меня, для меня, я считаю, я так считаю, просто я так считаю. Мы же все, мы косметологи, мы все такие творческие люди, да? Мы смотрим, мы можем играть. Мы можем играть. Например, я работаю, я сделаю коробокси, потом проколю. Кто-то колет сначала, и вот у меня коллеги колят, они говорят, что активизируются вот эти процедуры, даже на вкол. А потом закрывают коробокси, и говорят, Саяра, эффект потрясающий. Честно, я делаю наоборот. Ну, вот так я работаю. Эффект есть, ну, прям сразу. Есть пациенты, которые вообще не хотят колоть. Ну, вообще, просто не хотят. У меня столько таких... Или по тем, или иным показаниям. Например, у меня есть пациенты с раковыми, да, заболеваниями. И, боже упаси, что-то это, но хотят выглядеть красиво. Мы все девочки. Мне на помощь приходит коробокситерапия, и когда они мне высылают свои фотографии, и говорят спасибо, и почему бы нет. Вот, пожалуйста. Курс, я вообще говорю тогда, курс 10 процедур. Они видят результат с первой процедуры, и... Некоторые, они мне говорят, давай, говорит, Саяра, вот за 10 процедур прям сразу. Вот, деньги, потому что настолько видят курс, приводят своих. Очень много бабушек. У меня есть бабушки с поражением тройничного нерва. И вот разные, просто разные. Но хотят быть красивыми. На помощь... У нас перед поездкой в Солнечные страны последняя процедура должна быть за 2 недели? За неделю. Да, не обязательно за 2 недели. Это не такой агрессивный пилин, да, не лазерные процедуры. За неделю. Я делаю за неделю, и всё. Кто-то хочет... Ну, кто-то любит у меня колодец. Сделаю прям карбукси и биоревитализант, и, пожалуйста, пусть едут. Ну, естественно, SPF никто не отменял. Пожалуйста. И приезжает очень... Потом приезжает, говорит, на самом деле кожа у меня такая хорошая, она защищенная, приезжает, и мы дальше делаем. После срединного пилинга через 4 недели как по протоколу, или, в принципе, можно сначала карбокситерапию, потом срединный? Можно так тоже. Можно карбокситерапию, срединный пилинг. Можно срединный пилинг. Ну, я через 2 недели приглашаю на карбокситерапию. После срединного... Ну конечно, я так, приглашаю. Это очень, ну, в моей, я делюсь своим опытом, в моей практике все хорошо. Нет, осложнений ничего не, абсолютно, абсолютно эффект потрясающий. Какие-то вопросы, девочки, еще? На верхнее веко можно наносить, чтобы убрать, знаете, написание, момент процедуры? На верхнее веко можно, но, вы знаете, я наносила через раз. Через раз, да. Ну, дабы себя немножко еще и как-то застраховать, мало ли что. Я вот, если мне нужно с глазками поработать, я беру препараты, и лучше вот так. Вот так. И на самом деле доходы, доходы у нас увеличиваются. Вот это тоже немаловажно, честно. Какие нитроны препараты можно было бы в сочетании? Инъекционные, да, я работаю с инъекционными, вы приобретали, вот, философию, тоже, мезотерапию. Прекрасно, Дмайи, да, Минотоник, это мезотерапия. Очень хорошо биоревитализанты, очень хорошо. Какими вы работаете? Сочетаются со всеми, вот, со всеми, девочки, со всеми. Обожаю плазму, потому что, ну, как бы я и себе, ну, просто такое омоложение. Там же хорошая регенерация, а здесь активизируется именно вот кровообращение, ну, потрясающий эффект. Вот, вот, PRP-процедура. Тогда уже без анестезии, да, у нас пойдет инъекционная процедура? Если в одном, если мы сначала делаем карбокси, то мы уже аппликационную анестезию не делаем. У меня, я иногда и делаю, честно, некоторые девочки, опять-таки, все по пациентам. Если пациент говорит, ну, вот, не может она без анестезии, я хочу сказать, эффекта от этого. Нет, не в смысле, что эффект меньше. Вы имеете в виду, вот, вы сделали. Сделали карбокс, а потом хотим сделать, например, биоревитализант. Да. Мы после карбокса можем наложить только целую анестезию? Да, да, да. Ничего такого, прям, я не знаю, либо уменьшился эффект, либо нет. Как переносите, там, Женя какое-то, как аллергический реактор? Никакой, нет, 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 никакой. Потому что, знаете, моментально быстро, вы просто сделаете один раз. Вот у вас на глазах буквально 10 минут, у вас все проходит. На самом деле, проходит, но вы сделаете саму карбокси, не закрываете кремом, правильно? Вы прокалите уши, потом вы закройте своим кремом, либо делаете сыворотку, как обычно я делаю сыворотку, и завершающий какой-то крем по типу кожи. И вот только тогда отпускаю. Скажите, пожалуйста, а эффект после одной процедуры, на сколько долго он заправлялся? От 3 до 5 дней. Моя пациентка говорит, что прям неделю, она вот всю неделю ходила с этим эффектом. Даже, ну, и коллеги, и знакомые, это индивидуально. Но от 3 до 5 точно, сколько я работаю, все мне говорят, Саяра 3 дня, прям, это точно держит. То есть ее как экспресс-процедуру, да, перед встречей? Очень хорошо. Очень хорошо. До встречи можно? Да, 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 да. И вот эта вот гиперемия, она проходит моментально. Обязательно успокаивающий крем, какой у вас есть, вы можете, не обязательно, я же говорю, вот этот пудин. Нам важен вот сама карбокситерапия, то есть в этот этап. Нам важен вот эта сама трехступенчатая карбокситерапия. Вот это самое главное. А дальше, пожалуйста, вся линейка, ну, это идеально, конечно, да, вся линейка. Сама карбокситерапия, это то, что нужно. А со всеми препаратами мезотерапии, вы знакомы, да, в биоревитализации, все колите, и поэтому лишний раз рассказывать действия того или иного препарата у нас, ну, я могу бесконечно рассказывать, и, ну, у нас время просто, наверное. А вам с каким препаратом нравится, если вы считаете, я люблю Дмайя, люблю Аминотоник, люблю препараты биоревитализант. Очень, очень я часто использую биоревитализанты, как я работаю. Плазма. Прям, у меня всегда есть плазма. Без плазма я не работаю, честно. Вот. И все. Больше я так. Очень хорошая подготовка, когда, если мы, например, готовим к контурной пластике. Очень, девочки, я еще не сказала, что у меня есть пациенты, которые прошли хирургическую, да, у нас подтяжка лица, очень, это, после блефоропластики, хирургической. Потрясающе идет о том, реабилитация, карбокситерапия. Карбокситерапия, ну, что делает хирург, режет, правильно, лишнее отрезает, а над качеством кожи работаем мы, мы косметологи. И поэтому реабилитация, нам помощь, карбокситерапия и инъекция. Это очень, ну, потрясающие результаты. Как одна пациентка, моя, она сделала хирургическую, значит, блефоропластику верхнего и нижнего века, и у нее пошли все равно вот эти вот мешки, отеки. Я сделала сколько, даже три сделала, три процедуры карбокситерапии, у нее, ну, вообще, минимальный отек встал, у нее такое лицо хорошее, как было, она говорит, надо же, а она не любит колоть. Она мне говорит, не хочу уехать, вот мне полничка карбокситерапия. Потрясающе, да, это вот делюсь своим опытом. После аппаратных процедур, да, вы знаете, смаз, лифтинг, все аппаратные, очень хорошо, кстати, сочетается карбокситерапия, микротоковая терапия, люблю микротоки, тоже. И когда, особенно, если я работаю с куперозной кожей, у меня всегда есть микротоки, потому что это малые импульсные токи благотворно влияют на наши капилляры. Карбокситерапия, ну, не в один день, сразу говорю, не в один день. Сделаю карбокситерапию, через неделю приглашаю на микротоки. Вот так я работаю. Ну, мой пациент не намерен ходить ко мне два раза в неделю, честно. Раз в неделю, говорит, я выберу время, и поэтому вот у меня, в моих протоколах, это раз в неделю карбокситерапия, раз в неделю инъекционная какая-то вот процедура, либо аппаратка. Так я работаю. Курсы у вас полуготичные? Карбокситерапия? Нет, вообще курсовые, вот клиенты, которые на курс пришли, допустим, 10 сеансов сделали, а потом? А потом я приглашаю их раз в месяц, я им говорю, вы хотите пролонгированный эффект, и я им говорю. Это как витаминотерапия, осень-весна, то есть 10, например, осенью-весну. Вот, и они говорят, хорошо, все, и 10 раз, например, 5 карбокси, 5 меза или аппарата, ну, в зависимости, что ваш пациент любит, и с чем вы работаете, с какой проблемой вы работаете. Два раза, два раза в год, по 10, ну, это для меня, да. Кто-то, кто-то не любит колоть, я говорю, например, 10 карбокситерапию. Ну, 10 карбокситерапию и 10, допустим, рф-лифтинг, да, допустим, вот так, потому что очень много пациентов у меня лично, которые отказываются колоть, ну, вот, по тем или иным причинам. Ну, они хотят все быть красивыми, так что мы же девочки, вот так вот. Если вдруг попадают в глаза, что вы делаете? Если вдруг, ну, только смывать, потому что, ну, да, такого не было, но смывать, ну, ну, попали, ну, что там, вот такая пилюшечка. Ни один из нас намерен на что-то такое, ну, у нас, мне кажется, и не будет такого. Ну, смывать, да, смывать водой, думаю, так. Может быть, на волосы делать? На волосы, я не, вы знаете, я, хотя, карбокситерапия очень хорошо работает, например, с риазом, да, волосистая часть головы тоже страдает. Не пробовала, честно вам скажу, не пробовала, хотя, если логически, почему бы нет? Честно, ну, идея у вас хорошая, и почему бы нет? На своих. Честно, не пробовала, даже, если логически мы будем рассуждать, потому что я пробовала по телу. Я, руки, руки, потрясающе, потому что руки, это, ну, все равно возраст выдают, да, а так как я ухаживаю все равно за руками, у нас с возрастом руки, конечно, настолько от перчаток, от воздействия патаина, у нас вода нехорошая, очень. И осветляет, у нас же возрастная пигментация такая идет на руках, осветляет шикарно. Я вот, я пробовала на руках. Такое, такое небольшое, такое, знаете, нежение, не могу сказать, ну, такое покалывание, гиперемия, которое проходит в течение 10 минут, проходит вот это вот покраснение. Потом крем для рук и прекрасно, потому что, ну, учитывая, вот, все равно 50 лет, и это я слежу за своими руками. А как по телу, вот, с целлюлей, если... Локально, локально, да. Знаете, как я работаю? Потому что, ну, нанести по телу у нас не хватит. Ну, понятно, что какие-то проблемные места, как галифтония. Вы уже, вы уже определяете. Например, я работаю по телу, использую липолитики, да, мы все это работаем. В одну процедуру тоже? В одну процедуру. Сначала как боксик, потом липолитик или наоборот? Можно так и так, не ошибетесь вообще. Да, здесь от перемен и мясо, да, и в сумме не менее. А сколько держим на теле? 20 минут. Я выдерживала 20 минут. Ну, кремки, ничего мы не накрываем? Нет, не нужно, не нужно, абсолютно. Воздействие идет. Мы же здесь не накрываем, это же кожа. Ну, эффект идет очень хороший. И потом, либо уже мезопрепаратами, да, артишок. Если мы хотим на целлюлитом тоже. С препаратами эффект будет лучше. И обычно я пациентам говорю, те, которые любят фитнесом заниматься, эффект в два раза быстрее, очень хороший. Очень я рекомендую делать лимфодренажный массаж, либо прессотерапия. Ну, у кого есть такая возможность. Ну, так как я не делаю это все. Кто-то ходит в центры, сделаю я карбокси, и я говорю, ну, там, через три дня или, ну, через пять дней сходите на лимфодренаж, на пресса, вообще антицеллюлитный массаж. Это шикарно. На самом деле шикарно работает. Те, кто опять-таки не хочет колоть. Не все соглашаются на инъекции. Говорят, это просто больно. Некоторые прям говорят, что это опасно. Но не всем. Есть пациенты, с которыми мы разговариваем, и кто-то понимает. Говорят, давайте хотя бы попробуем. И потом уже все. Они входят в этот процесс. Все живы, здоровы, все успешны. А кто-то вот, ну, массажи и уходы. Саяра, просто уходы. Ну, вот так. Есть много таких. И не все готовы, инъекционная косметология, она, на самом деле, она же дорогая, правильно? И не все готовы, опять-таки, вот в связи с такими событиями расставаться с такой суммой. А мы должны зарабатывать деньги. Потому что у нас семьи, дети, а у меня внук. Не хочется его радовать. Так что я как-то... Ну, а нам нужно зарабатывать, честно. Ну, вот мы зависим от наших пациентов. Так что, пожалуйста, вот локально все на самом деле очень хорошо. И еще раз говорю, беременные, вот если у вас будут беременные девочки, идеально, абсолютно комфортная процедура, и вы сделаете счастливую, ну, будущую мамочку. Это я уже как гинеколог говорю вам. Очень хорошая. Все, больше вопросов. Вроде бы все рассказала. Очень, очень комфортно здесь. Вот все препараты вы знаете. Ну, вы все, вы умеете, красавица. И уже практическая часть, вот мы думаем, или вы будете сами все это сейчас сделать друг на друге, как вам удобно, я не знаю. Либо мы покажем вам. А мы это с ними саму посмотри. Да, покажем. Просто я думала, может быть, вы хотите потрогать это все, почувствовать. А мы не могли бы быть. Конечно, конечно. Обратите меня. Да, и мы можем показать, знаете, сделать карбокси и мезо сделать кому-то. Вот здесь уже определитесь. Либо вот чтобы был протокол такой. Сделать карбокси и мезо. И мезо в сочетании. Можно, да? Конечно, сейчас все. И вот так вот. Там уже после перерыва определимся, да? Модель у нас тоже уже есть. Сейчас я, Наташа. Все, девочки, я вас прям спасибо. Я рада с вами со всеми познакомиться. Если вы хотите какие-то еще темы, если вас интересующее, вы можете написать мне в гид, в инстаграм, пожалуйста. А можно у нас в инстаграм? Да, конечно. И можно подгонять. Очень много разных протоколов, разных техник. Разные. Плюс я обучаю, как, я не знаю, по продаже, как правильно, услуги. Если все вам интересно, пишите, пожалуйста, ну прямо, вы можете мне писать, я отвечу на вопросы. Конечно, я не все знаю, я, но максимально все, что я знаю. А как у вас инстаграм? Инстаграм Саяра. Инстаграм Саяра. А вот тут вот есть у нас бумага. Вот она эта. Большая. На большом управляющем. А, да, да. Да, да, да. Сейчас, сейчас. Секундочку, девочка, сейчас. Мыш, конечно, там что-то слилится. А мы закончили, и у нас прям автоматически нет сигнала.